Душа, чем больше проснулась, тем она счастливее. Как душу можно прозбудить? Её всегда надо будить всем. Вот, допустим, у нас есть жизнь. Вот, допустим, я, девушка молодая, хочу выйти замуж. Это нормально? Конечно, нормально. Чего одно это жить? Вот, но если я буду думать, я хочу замуж, я хочу замуж, мне это не поможет, потому что корыстный настрой, корыстный. А если я начинаю своей красотой всех служить, о всех заботиться, о подружках, о друзьях, заботюсь обо всех, значит, тогда что получается? Я, само собой, не думая об этом, создаю свою семью. Сначала у меня создаётся большая семья. Девушка чувствует себя очень защищённой в отношениях с людьми, и у ней пропадает чувство, что она одинока, вообще пропадает. Это значит, что она скоро выйдет замуж. Сто процентов. Одиночества нет, всё. Я так всех люблю, о всех забочусь. Одиночества нет. Всё, скоро замуж. Мужчина по-другому. Его бескорыстие проявляется в победах. Он должен всем помогать своей силой мужской. Должен стать очень востребованным человеком, победоносным. Где? Да там, где ты находишься. Некоторые мужчины думают, нет, мне надо какое-то высокое положение занять для того, чтобы быть победоносным. Глупо? Зачем пытаться поднимать ту штангу, которую ты никогда не поднимал? Поднимай тот вес, который у тебя есть, и с этим развивайся, становись сильнее, как мужчина, на том, что у тебя есть. А может, это не моя природа. Узнаешь по дороге. Понять свою природу тоже невозможно просто так, потому что есть четыре природы у человека. Это зависит от развития личности. Вот смотрите, бескорыстный человек, мужчина, да, или женщина, в деятельности взять его. Он хочет заниматься только тем, что ему нравится. Это называется хобби. Это вообще никому не интересно. Допустим, человек называл картину, говорит, какая красивая картина, ее поставил на продажу, кроме него она никому не красивая. Кто ее купит? Это называется хобби. Человек любит что-то делать, но он это делает для своего удовольствия, не для чужого удовольствия. Это называется хобби. На хобби зарабатывать практически невозможно. Но человек, он очень корыстно настроен с труду. Он говорит, я могу работать только там, где мне хорошо. Я не могу работать там, где мне плохо. Я не хочу на работе страдать, я хочу только наслаждаться. Это называется хобби. Ничего общего ты не имеешь с работой вообще. Потому что человек хочет наслаждаться работой просто, ему не хочется делать никакую пользу приносить. И он ищет, ищет, где же он будет наслаждаться работой? Нигде. Невозможно, потому что это хобби означает, что никому не надо. Есть такой анекдот. Почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Поэтому неуловимый. Так и этот человек, он ищет, ищет работу. Но он никому не нужен, неуловимый становится. Следующее предназначение человека. Человек еще не развит, чтобы действовать с позиции разума. Разум означает знание. Человек полностью знает, что он может делать для других, и при этом быть счастливым также внутри себя. То есть он действует для других, пользу приносит. Но при этом ему нравится это делать. Это означает развитый человек. Он, у него разум очень развит по отношению к себе. Он себя хорошо понимает, этот человек. Понимаете, о чем я говорю? Он себя очень хорошо понимает. Второе предназначение человека — это способности. Называется способность. Второе предназначение человека называется способности. Люди, которые уже начинают зарабатывать деньги и чувствуют себя хорошо в жизни, они живут по способностям. Но во время работы они сильно устают, и им не нравится их работа. Почему? Потому что способности человека ещё не значит, это деятельность ума. Ум означает чувства, желания, мысли, это не означает знания. Разум — это знание, воля, решимость, энтузиазм человека, храбрость, смелость, трудолюбие. Это деятельность разума. Это всё бескорыстная платформа. Когда разум действует, человек уже достиг бескорыстия в сердце. То есть он понял, что жить надо не для себя. И тогда раскрывается человекопредназначение. Но до этого момента у него есть жизнь по способностям. То есть он делает то, что может для других. И за это получает деньги. Чем этот человек мотивирован, который действует по своим способностям? Он мотивирован деньгами. Он живёт только для денег, потому что он живёт в страхе за свою судьбу. Но человек, который выше этого стал, он уже чувствует, что такое счастье, служение. Он думает, я буду получать меньше денег, но я буду делать то, что мне нравится и полезно другим. Чувствуете? Это уже другая платформа сознания. Человек, зажатый жизнью, допустим, смотрите, есть разные виды. Есть раскрытие разума и счастье от знания, кто такой я. А есть ещё тяжёлая судьба. Вот, допустим, если человеку надо выплачивать квартиру, ему надо содержать семью, ему нужно то, то, то. Он не может заниматься своим предназначением. Ему надо делать только то, что он может делать. Это означает, что по судьбе ещё не положено ему перейти на тот труд, который ему нравится. Не положено. И надо терпеливо трудиться там, где ты можешь. Некоторые говорят, я не согласен. Хорошо, вся твоя жизнь развалится. Жена без денег не сможет жить, дети тоже. Все будут хныкать вокруг себя. А ты занимаешься тем, что тебе нравится. Замечательно. Никакого счастья от этого нет. Видите, не всё. Так просто оказывается. И оказывается, что даже когда человек делает любимый труд, и у него от этого есть деньги и хорошая судьба, то этим предназначение человека не заканчивается. Потому что есть ещё высшее предназначение человека. Высшее предназначение человека — это деятельность, которая вообще никак не связана с трудом. Человек даёт людям знания. Человек служит Богу в храме, допустим. Понимаете? И люди есть, которые достигают высшего понимания предназначения своей жизни. И они просто служат Богу. И всем приносят огромную пользу, потому что этот человек становится источником любви. Самый ценный человек на земле. Самый ценный человек — это тот, кто тебе может сказать, как правильно жить. Самый ценный — это тот, кто помолится за тебя, и у тебя пройдут болезни. Самый ценный — это тот, на кого можно положиться, опереться в жизни. Понимаете? Мудрец, мудрый человек, святой человек. Высшее предназначение человека — быть святым, святостью. Редкие люди, очень мало. Мы не можем имитировать это. Невозможно. Такому человеку не надо работать уже. Он так возвышен, так чист, что все его любят, все хотят от него получать знания. В этом есть свое искусство, в этом настроении молитвы есть искусство. Например, если ты уже научился слушать и вместе повторять с кем-то, то есть два способа. Первый способ — ты можешь ходить и повторять. В это время будут решаться твои насущные проблемы. Включается ум во время движения сильно, и вот эта сила молитвы входит в ум и очищает его. В результате эти быстро становится все понятно, что сейчас происходит с твоей жизнью. Насущные дела решаются легко во время молитвы, хотя ты о них не думаешь. Ты просто молишься, думаешь о звуке и идешь. И в это время как бы все утрясается в жизни. А если ты сидишь неподвижно, не двигаешься совсем, то в это время ум не включается, а включается разум. И у разума во время молитвы есть две функции всегда у нас в жизни. Первая функция — очищать наше грубое тело, а вторая функция — очищать наше тонкое тело. Когда человек сидит неподвижно, грубое тело очищается с помощью четырех стадий. Первая стадия — все тело затекло. Люди обычно пугаются, меняют положение тела. Вторая стадия — жар или покалывания по всему телу идут. Третья стадия — ощущение такого, как будто отмороженный ты стал, как будто отлежал ногу, отлежал руку. То есть происходит такое онемение во всем теле. И знаете, четвертая стадия какая после этого? Если ты не меняешь положение тела. Знаете, какая? Легкость. Все сразу легко становится. И в это время человек избавляется от какой-то тяжелой болезни. Оказывается, если расшифровать эти все стадии, вот эта стадия, что стало тяжело как-то мне, это стадия, когда энергия в тонких каналах психических упирается в какой-то зажим, и происходит эффект конденсатора. То есть она упирается, и создается ощущение тяжести. Потом, когда жарко становится, значит пробивается энергия сквозь этот канал. Когда онемение становится, значит оно начинает там двигаться и сметает вот эту всю блоки эти тонкие. А легкость означает все, значит пробило уже. Если человек вот так неподвижно сидит каждый день не менее 40 минут и молится, то он постепенно уничтожает у себя в теле хронические заболевания. Неподвижным положением тела. Это гораздо серьезнее, чем просто йога. Потому что йога, это ты все равно так долго в одном положении не будешь. И не пролечивается все глубоко. А вот когда ты в одном положении находишься долго, все очень глубоко пролечивается. Это первое, что происходит, лечится грубое тело. А тонкое тело или психика человека лечится вот здесь сердце. Психическое тело, центры его находятся в сердце, и здесь в сердце становится легко. Счастье наступает в сердце. Радость в сердце наступает. И человек должен свое сердце очищать каждый день, должен наполнять ее радостью. Если у тебя радости в сердце нет, не надо дальше идти на работу. Вернее, надо, но уже не будет эффективно. Потому что ты становишься бесполезным. Ты не можешь никому ничего подарить. У тебя там внутри плохо. И значит, все, кто с тобой контактирует, им тоже плохо будет. Хоча-то мне это осознавать или нет. Теперь вы скажете, а все остальные так же живут. Ну, не нам ни на кого смотреть. Мы начинаем с себя. Итак, неподвижное положение тела, концентрация на алтаре. Что такое алтарь? Это то, что связано с правильным мышлением. Вот смотрите, алтарь соткан из чистоты. Что такое чистота? Чистота — это означает позитивное мышление. Все будет хорошо. А из алтаря идет, все будет хорошо. Вот это сила. Что такое святость? Это энергия, сотканная из одной победы над судьбой. Когда святой человек смотрит на кого-то, он видит его другими глазами. Допустим, на алкоголика смотрит, он видит, что у него есть трудность в жизни, что он сможет ее решить, что все будет хорошо. Он не видит в нем зло. Он видит в нем просто объем работы. Когда мы не можем с каким-то объемом работы справиться, нам это называется злом. Но когда я могу справиться, для меня это уже не зло. Это просто трудность. И все. Поэтому святой человек ничему не удивляется. Он видит разные грехи и проблемы. Говорит, это просто трудность, не волнуйся. Ты с этим справишься. Бывают очень большие трудности в жизни. Разок одного человека увидел, и мне стало жутко рядом с ним находиться. У меня тогда еще было время индивидуальной консультации делать. Сейчас у меня просто центр медицинский. Много времени приходится работать с пациентами каждый день. Тогда я давал консультации. И ко мне пришел один человек. Он сел напротив меня. Я смотрю, у меня холод такой. Зыбь идет по мне. Зыбь. Я смотрю на его судьбу. Мне страшно становится. Зыбь такая. Я спросил, что бы вы хотели узнать от меня? Он говорит, а что бы вы мне сказали? Я говорю, вы знаете, если я буду говорить какие-то тяжелые вещи, нормально? Он говорит, нормально. Я говорю, вы знаете, мне кажется, что вы в прошлой жизни очень много людей убили. Посмотрел на меня, говорит, знаете, я уже в этой жизни очень много людей убил. А не в прошлом. Я тогда понял, почему мне так жутковато с ним сидеть. Что-то у меня пропала речь. Мне как-то сложно стало ему давать совет. Он сам мне начал рассказывать. Он говорит, но я сумел победить себе вот этот водопад, в который я попал. То есть я смог вырваться из этого течения, в котором человек просто рушит свою судьбу и рушит, и рушит, и рушит. И он говорит, я уже принял себя таким, каким вы меня увидели. Я уже принял. Что мне делать дальше? Я ему начал рассказывать то же самое, что вам. Надо просто, это просто объем работы. Ты вот набедокурил, сделал это все, а теперь слушай голос святого человека, кланься ему, молись и трудись над своей душой. Потому что есть два пути в этом мире. Один путь это страдать за то, что ты сделал, а второй путь это любить Бога и сжечь все, что ты сделал. Сжечь в этой любви. Понимаете? Какая большая разница? Единственное, что когда ты сжигаешь все, что ты сделал в этой любви, ты должен сначала это вернуть назад. Потому что люди в основном не хотят возвращаться. Они не хотят признаться в том, что они бросили близкого человека. Не хотят признаться в том, что они что-то сделали не так, себе не хотят признаться. А когда ты хочешь любить Бога, ты должен признаться. потому что иначе он тебя не пустит к себе. Мы должны свою судьбу возвращать назад. Не надо от нее бежать. Прими все, что у тебя в жизни происходит. Ничего не бойся, все хорошо. Ты все делал, потому что ты не знал, как правильно. Вот и все. В этом мире есть только одна проблема это незнание. Мы не знаем. Делаем глупости из-за отсутствия сил. Нам не хватает сил правильно жить. И мы не знаем, как правильно. Все. Этот звук вызывает страх всегда в сердце. Почему? Потому что мы не готовы кому-то себя отдавать. А для того, чтобы побеждать судьбу, именно это и надо сделать. то есть нужно отвлечься от себя. Понимаете, пока душа думает о себе, только она живет внутри своей памяти. А вот этот звук победы над судьбой, он как раз отвлечен от себя. И это самое сложное понять, что нужно, когда ты слушаешь того, кто молится, тебе трудно это принять, потому что это противоположное состояние, в котором ты находишься. Мы живем внутри себя и думаем о себе. Но когда человек вот так вот молится, он забыл про себя в это время. И это означает, что он победоносец, он сконтактирует с силой, разрушающей все страдания внутри нас в это время. Но это надо принять, такую жизнь. Это не значит, что вы веру принимаете. Ну, просто принимайте стиль сам, потому что сейчас вы увидите, в разных сферах одно и то же. Один и тот же стиль. Вот этот стиль надо принять, стиль оторванности от себя. Оставь свои заботы, падения и взлеты, пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом хуже, да не уповая на чудо, спеши к нему всегда иди дорогою добра. Отвлекись от себя, забудь про себя. Слушайте меня, просто сами ничего не говорите. Счастье. 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 Я живу сейчас в этом звуке, я повторял, но я слушал их, молитву эту. Я жил в этом звуке сейчас. У меня в сердце стало очень сильно внутри, очень крепко, спокойно. Вот здесь появилась наполненность такая. Она дает чувство собственного достоинства, правильное. Человек чувствует себя сильно и при этом не гордо. Интересно. Необычное состояние. Это была еврейская молитва. Вот мусульманская молитва. Некоторым не нравится, они боятся мусульман. Думают, что мусульмане все хотят всех поубивать. Неправильно. Просто иногда в веру входит вирус. Это испытание целой веры. вирус насилия, злобы. В любую веру может войти этот вирус. И потом верующие испытывают трудности большие. Им очень стыдно за свою веру становятся. Они сражаются за свою веру именно в плане мировоззрения. Не пытаются доказать всем. У меня есть мусульмане знакомые, очень серьезные люди. там один курирует пятьдесят мечетей целых. Они говорят это не наша вера что они это делают. Это не наша вера мне объяснять. Я сам знаю что не наша. Убивать других это вообще не вера. Бог никогда с этим не согласится. Зачем это надо ему если он соткан из одной любви. Ну вот послушайте Азан призыв к молитве. Тоже самый голос такой же только другое чуть-чуть настроение. Настроение бывает разное в зависимости от веры каждое свое настроение выбирает. Я желаю всем счастье Я шва всем счастье Я шва всем счастье Я Я шва всем счастье Видите у меня голос поменялся по-другому начал говорить что разное настроение контакта с Богом бывает Вот допустим есть один очень серьезный такой верующий тоже это ведическая уже традиция послушайте там уже идет один человек поет другие подпевают слушайте его голос тоже когда поет он плачет во время сильно контактирует с Богом с Богом приобретıl это самое с Богом с Богом с Богом это с Богом это м Там песня такая, что он поет «Мой Господь, я уже иду к Тебе». Я просто знаю хинди. Смотрите. «Аллееву» означает «Я уже иду к Тебе, мой любимый Господь, я уже иду к Тебе, мой Господь, я уже иду к Тебе». Красиво? Видите, успокаивает сердце сразу. Видите, разные совершенно традиции веры, но суть одна и та же. Суть победы над судьбой заключается в том, чтобы отвлечься от боли, которая находится в сердце, от этой несправедливости, которая там живет, чувства, что все разрушается в моей жизни. Надо просто иметь силу от этого отвлечься и все в этом смысл человеческого существования, нашей жизни вообще в этом смысл. В этом надо проявлять решимость. Вот смотрите, люди думают, вот если я вырвусь из этого тупика, в котором я нахожусь, это все, это самое лучшее, что может быть в жизни. Понимаете, люди стремятся к благости. Что такое благости? Это жизнь, в которой очень много счастья. Самая лучшая пища – это пища, в которой нет и тени насилия. Она такая нектарная, такая чистая, она приносит только одно счастье – это пища. Самое лучшее отношение – это в котором нет и тени измены. Когда человек приходит к таким отношениям, он с женой испытывает одно только счастье. Все. Самая лучшая жизнь – это жизнь, в которой нет и тени осквернения духами. Это жизнь без спиртного. Когда человек спиртным живет, духи входят в его жизнь и мучают его. Когда человек все самое лучшее получает, он просто становится очень счастливым. Ему хорошо. И в это время, когда ему все хорошо, у него в сердце возникает одно только маленькое сомнение. А это не опасно, что все хорошо, не опасно так жить. И это сомнение правильное. Потому что правда – это опасно. Потому что когда у человека все хорошо, ему классно, он живет чистой жизнью. Меня спрашивают, ты вообще как выдерживаешь без мяса жить? Меня спрашивают, как ты вообще это выдерживаешь? Я говорю, а что выдерживать? Я балдею от этого. Я не выдерживаю. Говорит, ты что, не тянет другим женщинам? Я говорю, да я счастлив вообще тем, что у меня такая верная семья с женой, такие верные отношения. Как может быть лучше этого? Что может быть лучше этого? И что, капельку даже выпить не хочется? А зачем портить себе счастливую жизнь этим осквернением? Люди думают, не пить, не курить, не есть мясо. Это аскезы. Это не аскезы, это балдеж. И когда люди это понимают, осознают, что это балдеж. Они становятся таким балдежными. Счастливыми такими они ходят. Какие довольные вообще. К этому надо стремиться. Человек должен стремиться к тому, чтобы освободиться от всех вещей, которые разрушают его жизнь искусственно. И просто войти в эту чистую, спокойную, светлую жизнь, в которой нет разрушений. То, что произошло с вами, переслушайте дальше. Когда человек с этой жизнью начинает соприкасаться с чистой, светлой, он должен понять одну вещь. Что просто жить в этом балдеже, это тоже грех. Когда ты уже почувствовал чистоту жизни, тебе надо забыть про себя и начать служить другим. А помощь в этом заключается... Помощь очень простая. Я вам сейчас помогу. Смотрите. То, что вы сказали, что вы живете неправильно, это правда. Вот и вся помощь. Если вам только хорошо и вам уже больше ничего не надо, это значит, что все плохо. Вспомните мои слова, и все. И вы сразу будете делать. И хочу делать, и все откладываю, откладываю. А вы вспомните мои слова, и не будете откладывать. Человеку надо просто признаться себе в том, что он сейчас разрушает свое будущее. И все. И сразу откладывать он перестает. Понимаете, пока человек полностью не повредил свою судьбу мотивацией, победа над собой всегда является только страх. Не надо бояться себя страхом мотивировать. Испугала сама себя, пошла всем помогать. Отлично. Но когда вы полюбите Бога, у вас прорвется труба. Вы не будете останавливаться в том, чтобы делать добрые дела. У вас вся жизнь только для этого будет. Она будет течь в другом русле. Сейчас, несмотря на то, что вы стали благостной, вы не оторвались от себя. Вы все равно прикованы к себе, и поэтому вы как бы и не хотите сильно напрягаться. Но надо. Потому что иначе время вас напряжет. Лучше человек сам должен напрягать себя и делать добрые дела, чем ждать, когда время прижмет и заставит это делать из того, что прижало. Хоть вы и думаете, что у вас не будет больше в жизни трудностей, вы ошибаетесь. Я вижу трудности в вашей жизни. Лучше сейчас начните всем помогать. Не ждите, когда припечет. Хорошо? Жизнь человека предназначена для побед, а не для расслабления. Поэтому Бог так хитро все сделал. Он дает нам редкие моменты, когда мы можем расслабиться, жить счастливым. Лучше даже в эти моменты жить вместе с Богом. Когда тебе хорошо, отдай это хорошо тому, кто находится на алтаре. Поблагодари его за все это. Отдай ему это хорошо. Скажи спасибо тебе за это хорошо. Мне ничего не надо. Я хочу только для тебя жить. Когда все вернется назад, куда должно вернуться. У вас все в жизни будет хорошо. Вы слышали меня? Все будет хорошо в вашей жизни. Трудности это такая ерунда. Чего вы так боитесь этих трудностей? Я очень болезнен боюсь. Просто болезнен. Болезнен боитесь? Да. Не бойтесь, что их боятся. Молитесь, слушайте голос, неподвижное положение тела и все преодолевайте. Человек властелин своей судьбы. Не надо ничего бояться. Вы властелин своей судьбы. Знаете об этом? Просто слушайте тех, кто молится, в неподвижном состоянии находите, помните о Боге. Все. Никакая болезнь вас не может одолеть. Как все, что приходит, растворяется в сердце. Вы это все побеждаете. Я как-то пришел к одному предсказателю. У меня была серьезная ситуация в жизни. Мне надо было принять правильное решение. Он не подсказал. В результате я сейчас не в тюрьме. Потому что мы приняли решение брать большой кредит на строительство пансионата. И все знакомые мои, там даже в банках, были люди, которые за меня ручались, там и как бы помогали. И все классно получалось. Вот. У меня только в сердце был один вопрос. Почему я сам принимаю решение? Я не хочу как бы... Мне никто не мог подсказать. Ни мои наставники, ни старшие. Они не знали, можно это делать или нельзя. Я поехал в Индию к одному предсказателю. И я как бы ему сказал, извините, как бы, ну, мне, чтобы поверить вам, вы должны мне сказать про мою жизнь. Он гороскопы не смотрит. Он смотрит фейс. Он спросил, как меня зовут, дату рождения. Я назвал там все. Он мне рассказал всю мою жизнь в прошлом. Все совпадает. Все, что было, то есть. Потом он мне сказал, как надо поступать в этом ситуации. Мне не понравилось. Но это было правда. Я принял это и избежал опасности. Потому что всегда человек уманит то, что разрушит его. Там, где сладкий вкус жизни очень сильно выборит, там и поражение. Горький вкус, победа. Он мне сказал правду. Я ее принял и победил. Но есть одна вещь, которую он не сделал. Знаете, какую? Он мне не сказал про мое будущее. Знаете, почему? Потому что я не готов о нем слышать. Он мне сказал, ты проживешь долго, у тебя будет хорошая жизнь, все классно. Все, отлично. Иди. Хороший человек. Знаете, что сейчас астрологи вытворяют? Приходит к ним человек, он ничего не видит вообще, он видит только бумагу. И по этой бумаге он думает, что он видит судьбу. Такая иллюзия в голове. Думает, вот эта планета туда действует, значит, у тебя такая судьба. И этот человек, он вообще, ну, он не достоин, чтобы говорить о судьбе другого. Вообще никак не достоин. И он даже не понимает, насколько его слова сильно влияют на жизнь этого человека. И он ему говорит, вот смотри, у тебя по карте два брака, а у него первый брак у этого человека. Это значит, что он ему уже разрушил этот первый брак. Потому что, когда будут трудности, тот подумает, а у меня два брака. Все, раз два брака, значит, первый уже до свидания. Иногда эти астрологи говорят, а ты можешь осеннее пальто уже не покупать. Замечательно. Помог. Помощник такой, так помог. Потому что в древней культуре считалось, что если астролог хочет что-то человеку сказать, он может говорить только о том будущем событии, которое он может вместе с ним победить. И надо говорить именно о победе, а не о событии. Понимаете? А астрологи чем занимаются? Они клеймят человека событиями. Вешают на него эти события и разрушают его жизнь. Потому что у человека всегда есть выбор на победу. А когда астролог как бы ставит зарубку на твоей судьбе, уже шансов становится меньше. Потому что ты ведь веришь тому, что он говорит. Поэтому, мои хорошие, не узнавайте про свое будущее ни у кого. Потому что те люди, чаще всего, которые вам про будущее говорят, они этого не достойны. Про будущее может говорить только тот, кто может вам помочь его победить. Все. Все остальные не квалифицированы об этом говорить. Видите, вот садитесь. Вот смотрите, мои хорошие. Вот смотрите, есть есть логика, в которой мы живем, логика нашей судьбы в этой жизни. Я вижу больше, чем как бы вот эту жизнь. Поэтому мне все понятно. И не всегда иногда мне даже хочется говорить человеку о том, почему так. но всегда, когда мы серьезно наказаны Богом, а это называется наказание, то, что сейчас было сказано, то это всегда вызывает протест, если мы не знаем за что. Вот весь этот монолог был, он означал одну вещь. За что, Олег Геннадьевич? За что? Ну неужели вам это надо вот сейчас вот раскладывать, за что? Я точно знаю, что есть причина. Причина заключается в вашем собственном жестоком отношении к своему ребенку в прошлой жизни. Да, моя хорошая, поймите, что мы не все знаем про себя. Ну, как вы думаете, бывает, ну, такое, что без причины кто-то нас наказывал. В этой жизни нет причины. Вы, у вас нет, нет причины ей вас мучить в этой жизни. Нет причины. Но, понимаете, она не сама это делает. Через нее действует определенная сила, которая ей, ей вас показывает. Вот, ей кое-кто вас показывает. И так как она не развита, как вы, духовно, она не может прощать, просить прощения. Если бы она это делала, она бы увидела другую картинку. Она бы увидела, что ту картинку, которую она видит, это неправильная картинка. Понимаете, нам часто друг друга показывают не в том свете какие-то силы. А если человек в молитве живет, он потом возвращает правильное видение человека близко. Понимаете, карма — это наваждение. Это как такая сила, которая нас обманывает. И когда этот обман срабатывает, получается несправедливость, о которой вы говорите. Но если она будет правильно себя вести, то это будет милость по отношению к вам от нее. Милость. Потому что через нее по вашей судьбе всю жизнь должно идти наказание. с исключением того, если вы все-таки отработаете это, сможете ее прощать в любом, как бы она себя не вела, и вам станет спокойно, вы поймете, что это ваша судьба, и все. И в этом случае судьба начнет таять и совсем пройдет. В результате она увидит вас в другом свете, поймет, что вы другой человек, не тот, которого она воспринимала до этого. Поймите, что вот эта причина ваших страданий есть. Если вы это поймете, вам спокойно станет. Вы сейчас не принимаете это все, не принимаете, вы бунтуете, вы протестуете против этого, потому что не знаете, в чем я виновата конкретно сейчас. Ну в чем я виноват, где моя вина? Просто понимаете, уже в прошлой жизни вы раскаялись за то, что было, но все равно от этого ничего не отменилось, то есть часть судьбы на вас навалилась сейчас. И так как вы раскаялись, вы стали другим человеком. В этой жизни вы так себя не вели. Знаете, есть вещи, которые нам очень трудно понять, очень трудно, но жизнь не может от этого быть отменена. понимаете, вот допустим, я уже много-много лет молюсь искренне, и только сейчас я начинаю потихонечку видеть, чувствовать свои прошлые жизни, ну, что я там натворил, за что я здесь отвечаю, и это не очень приятно смотреть, знаете, на это на все. Поэтому нам Бог и не показывает. Мы даже в этой жизни не все готовы увидеть в себе, понимаете? не все готовы принять, что мы делаем в этой жизни даже уже. Например, часто люди не понимают, что аборт это убийство ребенка, это жестокость. Мы даже не вспоминаем об этом, думаем, я такой хороший человек, мы не знаем, как мы убивали своих детей в утробе. Даже за это уже человек заслуживает наказания. но мы даже не помним этого, что мы это делали, не то, что там как-то серьезно к этому относятся. Потому что человек не хочет вообще помнить о том, что он делал не так. У него нет контакта со своей судьбой полного. У него есть только чувство несправедливости, когда приходит наказание. Все. Ну так, я чуть-чуть вам как бы рассказал, раскрыл чуть-чуть какие-то моменты. Я не хочу вас сильно как бы мучить. Я хочу вам просто сказать, что у меня есть точно такая же проблема с родственниками. У меня есть одни отношения такие же, как у вас. У них не было никакого счастья для меня. И узнать почему мне было очень неприятно. Но это не из этой жизни. Я вижу аналогию у вас точно такую же. все то же самое. Все одинаково. В этом мире все примерно одинаково. На бедокурил потом отвечаешь. Примите. Примите судьбу, вам станет легче. Примите. Поверьте мне, всем, кто здесь сидит, лень молиться. Всем до одного. Потому что мы все спим, души спят. Когда душа спит, она не хочет молиться. Она будет делать все, что угодно, кроме того, чтобы молиться. Потому что молитва это пробуждение. А когда кто-то спит, ему пробуждаться не хочется. Поэтому это нормально, то, что нам лень молиться. это нормально. Но надо себя заставлять. И ничего страшного, это хорошо. Что немножко себя заставлять, это хорошо. Это нормально. Но когда приходит время, наступают страдания, если человек все-таки верит не в себя, Бога, тогда ему перестает лень молиться. Он начинает молиться каждый день очень серьезно. И это хорошее время, когда страдания, человек начинает сильно с Богом контактировать. и устанавливать с ним отношения хорошие. Знаете, что лень можно побеждать только с помощью другого человека. Слушание звука. Когда человек слушает себя во время молитвы, он контактирует с умом и с судьбой со своей. И в это время он «Я желаю всем счастья я желаю всем счастья я желаю всем счастья я желаю». У него там своя жизнь идет внутри. А сейчас, когда вы слушали их, в этот момент ваша жизнь внутри остановилась и включился разум. Когда человек очень сильно слушает тех, кто молится, в это время он встает на платформу разума в жизни. Сама эта идея, как это сильно слушать те, кто молится, она в основном людям непонятна. Мы не понимаем, как это сильно слушать. Слушать сильно означает опираться, верить в тех, кто молится рядом со мной, верить в их голос, в их силу. Эта опора побеждает судьбу. Я вчера, когда мы повторяли «Я желаю всем счастья», я думал о земле, о всех конфликтах, которые возникают между странами, почувствовал тяжесть этих конфликтов и начал, опираясь на голос тех, кто молится, начал потихоньку разгребать это все, пытаться убрать эту тяжесть, чтобы смягчилась эта атмосфера, энергия, чтобы смягчилась конфликт. Своими силами невозможно сделать, но если ты слушаешь тех, кто молится, тогда ты входишь в особое пространство, пространство звука, в котором живет победа над судьбой. Одна женщина мне сказала «Я очень сильно слушаю тех, кто молится и с ними молюсь». И в один раз я как-то сильно испугалась, я попала в какое-то место, куда-то в какую-то силу, какая-то сила в меня вошла. И я прям увидел, как она вспомнила именно об этом пространстве, пространстве победы над судьбой. Это пространство соткано из звука. Оно живет в звуке, и в этом мире все звук меняет. Все, что происходит перемен, это все звук делает. Поэтому вы сейчас начали входить в это пространство, когда вы послушались меня и начали повторять, слушая их. Понимаете? это очень важно понять. Когда человек один молится, но он уже много-много раз молился с кем-то рядом, слушая не себя, то он может, даже когда он молится один, он может начать сильно слушать свой голос, но не просто слушать его, а связывая его с Богом или со старшим с кем-то. И тогда в этом случае он опять попадает в это пространство с звукой или победной судьбой. Проблема заключается в том, что мы когда что-то говорим, мы не связываемся с этим пространством победы. Память живет в сердце. Человек всегда сто процентов времени помнит только о себе. Наша память связывает нас только с собой. Вспомнить во время молитвы кого-то другого, то есть заставить себя помнить о тех, кто молится кто-то другой, и как они повторят в их настроении. Это означает переключить свое сознание на другую волну, на волну победы над судьбой. Именно поэтому в древней культуре в ухо человеку повторяли молитву, чтобы тот начал слушать, и он потом, вспоминая старшего, с ним вместе молился все время. И он входил в это первая стадия это когда я услышал, вы услышали. Вторая стадия называется опора. Я повторяю вместе с ними и начинаю опираться на их настроение, на их эмоцию и обретаю силу. Я как бы чувствую, что я уже в контакте, то есть я в замкнутой системе в какой-то, то есть душа должна войти, она должна начать получать силу через свою память. Поймите, что память сама по себе, она судьбой. Это значит, что если у меня есть плохая судьба, плохая карма, я начинаю что-то повторять, какую-то молитву и пытаюсь помнить о Боге, то моя память вступает в конфликт с моим памятованием Бога. Память о своей судьбе конфликтует с памятью о Боге. Всегда. но если человек слушает кого-то и повторяет вместе с ним, тогда память через память действует звук. И вот когда звук через память действует, то тогда память, соединенная со звуком, становится очень сильной. Другими словами, моя память внутренняя о себе или о своей судьбе ослабляется в результате моего резонанса с кем-то, кто очень серьезно молится. Получается, я начинаю выигрыш, попадаю в выигрыш. Это называется отраженная молитва. То есть первое, что человек может сделать, он может отразить чью-то молитву и достичь в этом совершенства. Когда он это делает, то он всегда становится сильнее своей судьбы. Своими силами это сделать очень сложно. Для этого человек должен жить очень чистой отреченной жизнью. Все остальные люди легче всего с помощью кого-то это сделать. Можно и самому пытаться помнить о Боге и постепенно, когда эта память закрепляется, ты побеждаешь свою судьбу. Я знаю много людей, которые много лет это делают и у них с большим трудом это или получается или вообще не получается. Но если ты опираешься на какого-то возвышенного человека в молитве, всегда вот смотрите сразу все получаться начало. Первая стадия есть, вторая стадия называется опора. Вы будете чувствовать энтузиазм вам легко, я желаю всем счастья, будете чувствовать опору хорошо. И на третьей стадии у вас вот здесь вот так раз и вот сердце что-то так вот. У кого вчера во время пожелания всем счастья в сердце что-то открылось, иметь руку. Это значит, что вы вошли в зону своей судьбы. Вот там, где открылось сердце, там находится и там ее надо побеждать. Когда вот сердце отворяется, в этот момент люди обычно забывают про все и думают ой, как хорошо. Вот а в это время как раз не надо не забывать все, а наоборот больше слушать тех, кто молится. Можно кланяться алтарю своему, вспомнить алтарь, кланяться ему, или сидеть перед алтарем, мысленно кланяться мысленно. И вот все, что в сердце счастья приходит от молитвы кого-то отдавать. Пришло отдавать, пришло отдавать. И жить вот в этом служении. Счастье получило отдавать. И постепенно в сердце, вот теперь слушайте, что там происходит. Первое, что там произойдет, память о себе, о своей жизни вспыхнет в вашем сознании. Ее надо отодвигать назад, не надо давать ей завладеть собой. Потому что в памяти о моей жизни живет ум, а ум сам себя победить не может. Разум должен быть соединен, соединить память со святостью. Самый лучший способ соединить свою память со святостью это делать это через звук тех, кто молится. Потому что звук активизирует память, связанную с разумом, очень легко и сильно. Это хороший способ опереться. Когда я вместе с кем-то повторяю молитву, то у меня хорошая опора, я могу победить память о себе. Когда сердце открыто, память о себе сильно лезет наружу, а я думаю о Боге, о молитве, о святости, о тех, кто молится, вместе с Ним повторяю, постепенно память о себе отодвигается назад, и своя судьба, своя жизнь становится менее болезненной. Вот в это время, когда ты чувствуешь, что память о себе, о своей жизни как бы успокоилась в твоем сердце, тогда ты можешь сам вспомнить то, что тебе наиболее больно, больной вопрос своей судьбы вспомнить. И когда ты при этом думаешь о молитве о Боге, и об этом больном вопросе, то через какое-то время, несколько часов молитвы, может быть не за один день, за неделю, за две, когда ты вспоминаешь этот больной вопрос, но при этом думаешь не о нем, а слушаешь голос тех, кто молится, и кланяешься алтарю, то через неделю, через две, вот этот больной вопрос, больной вопрос, тебе перестанет быть больным. Это будет удивительно ты его вспоминаешь как будто он вспоминается как во сне он перестает быть таким болезненным и опасным такое ощущение как будто бы не так все это плохо и девушка допустим не может выйти замуж она думает как-то все будет хорошо у меня сердце вот здесь думает это называется первая стадия победы над судьбой она приходит довольно быстро первая стадия может быть за неделю две молитвы потом дальше нужно дальше молиться и вот этот первый круг победы над судьбой то есть жизнь сердца она проходит и девушки показывают ее как бы трудности в поведении она видит как она не может правильно реагировать на мужчин на парней она видит как она себя ведет неправильно и так далее какой-то дальше новый объем работы она получает сердце что не так она делает чтобы мне все получилось потом она молится молится дальше дальше в ней появляется чувство что она может влиять на мужчину не появляется уверенность себе своей красоте очень сильная такая сила внутри с этого момента она видит что она уже встречает людей которые интересуются это второе круг победы над судьбой и третий круг побед над собой означает что какой-то человек уже появляется жизнь смотрите когда ты молишься у тебя открывается сердце и в сердце открываются истины есть истины в одной вере есть истины в другой вере они могут быть не одинаковые ну допустим я вам сейчас открою секрет который я увидел в одном противоречии увидел что секрета никакого не то есть вот и для меня как я увидел есть только милость допустим есть христианство такое утверждение что душа она вечно попадает в ад это говорится что не навечно когда она отрабатывает свою плохую карму на уходит из ада теперь я начал просто молиться и вошел в это настроение христиан почему навечно я пытался понять и увидел одну интересную вещь во первых я почувствовал что такое ад и увидел что там время течет по-другому когда у нас проходит сто лет там проходит тысяча лет а то и 10 тысяч понимаете потому что там более медленно время течет и поэтому тот то есть через сто лет сюда возвращается он возвращается с одного уровня адских планет через тысячу лет а с другого через 10 тысяч а 10 тысяч это уже навечно понимаете это очень много и есть еще один момент если человек знает что навечно он никогда не этим не будет пренебрегать если человек знает что немножко недолго то чего париться пострадал чуть-чуть и пошел дальше уже поэтому навечно я когда узнал об этом думал классно так лучше думать что навечно зачем думать что немножко понимаете есть вот эти эзотерические секреты которые вы не знаете они все предназначены для того чтобы человек нацелился на свою веру и нам все равно вся истина полностью не откроется жизни мы не мы говорим я вижу противоречие вот смотрите я вам сейчас объясню вот я беру такой бинокль маленький такой бинокль тоненький такой смотрю в него вижу здесь одно здесь другое как это все соединить я не знаю потому что бинокль маленький он смотрит очень узкое пространство вот такое и одна вера открывает одну часть пространство чистоты знания другая вера другую часть я когда смотрю туда и туда все пытаюсь соединить уже ничего не соединяется потому что я как бы очень мало могу видеть поэтому человек верующий он не должен слишком много размышлять почему потому что он ну чего он там видит господи он же вообще ничего почти не видит а на чем на чем основываться в своих рассуждениях если ты ничего не знаешь допустим если я не знаю еще один плюс один будет два или три о чем не рассуждать мне говорят один плюс один равно два хорошо замечательно но в другой вере говорят 5 плюс 5 равно 10 что-то несоответствие какое-то один плюс один равно два причем то 10 понимаете часто разные вера разных вещах говорят но люди этого не понимают каждая вера ведет своим путем человека понимаете там свои есть поэтому свои законы своя философия это трудно мне вам объяснить но в целом надо понять такую вещь что лучше всего если ты уже пошел путем веры тогда слушай только наставников своей веры больше ничего не слушай не надо ничего сравнивать сопоставлять потому что запутаешься за всех просто если понимаете я даю нравственное образование вам учили как учиться молиться это тоже часть нравственного образования это культура человека надо учиться молиться но если у вас вы уже встали на путь веры вы уже идете ему у вас есть наставник вам больше не надо никого слушать слушайте своего наставника и развивайтесь в том что он вам расскажет и вас тогда не будет никаких противоречий зачем тогда слушать еще других наставников все это в кучу в кашу соединять у себя в голове пытаться это все сопоставить примирить это просто с ума сойдешь ваш старший хотят удержать вас в вашей вере поэтому с этой точки зрения вы же это же опасно вы же сами сказали что вы уже запутались поэтому вам надо сейчас погружаться в свою веру там столько чистоты столько любви столько красоты вы это все знаете нет нет а вы просто смотрите поверхностно на все и на уровне логики которые у вас ну так на половину мирская на половину нравственная вы о чем-то пытаетесь рассуждать если бы вы видели эту чистоту хотя бы на капельку я понимаете мне бог открыл несколько православных святых какую-то маленькую капельку их чистоты я увидел это столько красоты в людях столько чистоты что этим можно жить бесконечно этого достаточно для того чтобы вот эти качества святой матроны которую я увидел понимаете и мари они все увидел чуть-чуть мне только приоткрылось еще несколько других я не буду всех говорить вот святых личностей православной веры я когда это увидел ну господи какая чистая вера глубокая зачем еще что-то хотеть человек живет только для святости понимаете вот познайте этих личностей изучайте чистоту тех кто находится перед вами больше ничего не надо изучать не надо логику там изучать есть там в этом смысл нет в этом смысле мы всего не знаем есть эзотерические тайные вещи понимаете в одних верах больше раскрывается сразу людям а в других меньше знаете для чего чтобы больше людей вошло сразу в веру и меньше говорится чисто каких-то очень возвышенных вещей потом по дороге дальше они все узнают поэтому структура веры может быть разной самое главное видеть святость учиться просто поймите еще раз повторю есть тайное знание есть явное ничего раскрывать вам тайны я потом будут осуждать поймите что в каждой вере есть разные условия для принятия разных вещей например в одной вере сразу людям дают очень высокий стандарт и в нее мало кто попадает а в другой вере эти стандарты раскрываются постепенно для блага же людей например если говорить о мясе в православных крамах не едят мясо вот идите туда в монастырях имеется ввиду вот идите туда и спросите чего они не едят мясо второй вопрос который у нас монастыря едят я знаю что в большинстве монастырях мясо не едят православное насколько я знаю вот дальше православный пост длится посты больше половины года там тоже в эти посты не едят мясо спрашивается почему не едят то если такая хорошая пища почему тогда во время поста люди ее не едят узнайте об этом и так далее но хочу вам сказать одну вещь противоречивая для вас будет сейчас очень противоречивая я знаю святых которые служили богу в моей вере которые при этом ели мясо святых понимаете святых и они ели мясо при этом это значит что сама вот эта пища не является как бы основным моментом вере больше того сейчас я вам скажу вообще потрясающее откровение по поводу поедания мяса страшное откровение веды описывают что господь когда спускается в этот мир он спускается на одной птице святой птицы она это огромная птица ее зовут гаруда она едят ест мясо целыми слонами то есть она питается мясом эта птица но она святая при этом теперь у вас в голове вообще еще больше противоречий стало противоречий нету нету но я не сомневаюсь что это не главное совершенно мясо хорошо замечательно все души они как бы ну труба заткнута и они как бы думают значит я буду представлять землю, кто я такая. А эта затычка у этой души вылетела и вода пошла. И она теперь землю представляет и людей вокруг себя. Все отлично. Мне кажется, ну вот это правильно? Правильно. Душа не должна с затычкой жить. Представляете всех. Я это видел у нас. Мы проводим такие молитвенные ретриты с командой моих помощников, друзей. И я видел это в людях, как это происходит. Он говорит, Олег Геннадьевич, сначала я успокоился внутри своего сердца. Потом я думаю, ну люди же не успокоятся вокруг меня. Я начал сердца всех вокруг успокаивать. Потом успокоил наши деревни все сердца. Потом наши области всех начал успокаивать. Потом смотрю, там проблемы в соседней стране. Начал их успокаивать. И все. И говорит, а потом землю увидел, точно так же рассказ. Начал всю землю успокаивать. Прорвало, значит. Дырка, эта пробка выбила просто. И пошла вода. Когда дырка, ну пробку вышибает, то вода идет где хочет. Она ей все равно. У нее нет ограничений никаких. Она может нашу землю представлять, нашу вселенную, желать счастья всем. И это хорошо. Это правильно? Конечно, зачем с пробкой-то жить? Любите всех, кого хотите. Кто нас ограничивает в этом дело? Итак, смотрите. То есть, все, что было перечислено, это правда. Вот все, абсолютно все, что было перечислено, это правда. Веды объясняют следующим образом, что в зависимости от развития человека, он Бога понимает в трех последовательных ипостасях. И это все одна и та же личность. Просто разные приближения к этой личности зависят от степени понимания или развития личности. Первая степень развития, человек видит Бога как счастье или как свет, как абсолют. Это одно и то же. Счастье, бесконечное счастье, бесконечный свет, абсолют. Или они видят его как вселенский разум. Это все одно и то же. Это означает видеть свет солнца. Мы сравниваем сейчас с солнцем, да, Бога. То есть, человек видит свет, но он не знает источника. Он еще не знает, откуда светит, поэтому он говорит, Бог — это свет. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, он говорит, Бог — это счастье. Чего вы беспокоитесь? Какая личность? Он просто счастье. Его надо воспринимать как счастье. Имеет право на это человек или нет понимать Бога, как он понимает. Имеет право. Это его уровень развития. Понимаете, он так понимает Бога. Он говорит, Бог — это разум, общий разум. Он так говорит. Почему? Потому что он так развит. На следующей стадии развития человек начинает видеть солнце само, диск солнечный. Начинает видеть диск солнечный. И поэтому он принимает Бога за какую-то форму. Ну, он не вдаётся в подробности, что это за... Он по нему чувствует, что это личность на второй стадии. Но он не вдаётся в подробности, что за личность. Она как будто бы такая, знаете, личность, которая просто выполняет законы жизни. И такой человек обычно Бога видит в сердце. Он чувствует его в сердце как законодателя жизни. Такой человек понимает, что есть судьба. Он говорит, всё по совести, надо жить по совести. Бог тебя накажет или Бог тебя помилует. То есть он воспринимает Бога как законодателя жизни. То есть он чувствует, что это такая личность, но он не знает точно, что за личность, которая действует как совесть. Она даёт нам благословение, наказывает нас и такой человек он просто называет бога обычно такими словами которые подчеркивают его могущество он говорит господь то есть господин всего бог то есть тот кто всех выше всевышний допустим да и даже в ведах то же самое вишну означает всевышний по-русски или на санскрипте богова назначает бог то обладатель всех достояний то есть бог означает тот самый лучший шесть достояний есть самых главных которые бог человек не может ими всеми обладать а бог может это он больше всего знает самый знающий он самый красивый самый сильный могущественный он самый отреченный уже четыре я обычно забываю одну вот он самый богатый 5 и еще шестое ну в общем шесть у него вот таких вот вещей которые ну как бы никто не может повторить это означает бог вот слово бог от этого идет боговам на санскрипте ну то есть люди которые видят вот форму чувствуют форму бога как солнце видит диск солнечный они понимают функции они понимают что солнце светит дает свет иногда солнце дает радиоактивный свет такой тяжелый это наказание земле там начинаются в пустыне все сгорает на земле солнце начало светить тяжелее значит мы что-то не так делаем здесь живем неправильно ну то есть воспринимается бог как тот кто дает счастье и забирает счастье понимаете это на втором уровне и поэтому на этом уровне бога вот воспринимают как законодателя жизни и поэтому его боятся на этом уровне испытывают страх к нему и под почтение как бы к нему относятся как к отцу на этом же уровне понимаете есть еще один уровень восприятия труднодостижимый труднодостижимый на этом уровне человек догадывается что за солнцем стоит личность, которая имеет конкретное лицо, глаза, голос, понимаете? И священные писания говорят, что эта личность, она имеет не одну форму, а много форм, понимаете? Даже человек имеет много форм. Мне разок мама показала такого маленького ребенка, который стоит без штанов, такой в кепке с галстуком. Без штанов, в кепке с галстуком. Ребенку где-то три года. Она говорит, что ты знаешь? Я смотрю, что это знакомое. Нет, говорю. Она говорит, что это ты. Она мне показала мою другую форму, без штанов, в кепке и в галстуке. Это тоже я, но только в другой форме, в маленькой. Я только научился стоять, я ничего не соображаю, поэтому мне не обязательно штаны надевать. Вот, то есть мне надели кепку, нарядили меня, как им смешно, и сфотографировали. Понимаете, это тоже форма моя. Я не могу сказать, что это не я. Просто я в детстве. Это я в детстве. Понимаете, теперь я, когда прихожу домой, у меня жена говорит, ну все, хватит командовать. Ты пришел домой, в семью раздевайся, будешь теперь не Олегом Геннадьевичем, а моим любимым мужем. Я должен по-другому там себя вести, я должен ходить, улыбаться ей и так далее. Другая форма, если вы такого Олега Геннадьевича увидите, потом думаете, господи, я не буду такой лекции такого человека слушать. Мне не нравится. Видите, даже у нас есть разные варианты поведения. И веды говорят, что Бог, он ведет себя по-разному, в зависимости от того, как его хотят воспринимать. Кто тогда хочет его воспринимать очень смелым, сильным таким, могущественным, чтобы за него можно было жизнь отдать. Пожалуйста, принимай мусульманскую веру. Там Бог предстанет в таком силе. И мусульмане сами самые смелые люди на земле. Им жизнь отдать вообще без проблем. Вопрос только для чего? Вот надо разобраться в этом вопросе. Чтобы убивать просто так других, зачем? Какой смысл? Богу это не нравится, сто процентов. Вот, если человек хочет стать смиренным и пожертвовать собой, пожалуйста, Иисус Христос. Это его форма, Бога, которая дает людям знание о смирении, о сострадании, о самопожертвовании. Пожалуйста, без проблем. Если ты хочешь Бога увидеть в форме такого, как бы, мистического такого, как бы, восприятия, который дает глубокое познание тайны мира, тогда Егова, понимаете, и так далее. То есть, есть много разных форм. Есть, допустим, Господь, который дает понимать, что такое любовь. Это Кришна. Он переводится «всепривлекающий», «вселюбящий Господь». Его красивым очень рисуют. У меня, когда жена увидела первый раз этот образ Бога, она говорит, какая девочка красивая, мне нравится. И она взяла его, она думала, Кришна, это девочка, а это мальчик оказался. Но он очень красивый, еще девочки все отдыхают, потому что он вселюбящий, он должен быть красивым, чтобы любить. Понимаете? Есть рама, форма Бога такая. Он дает правила понимания, как правильно в жизни себя вести. Он дает знание о том, как строить семью, как себя вести. Все правила из этой формы Бога истекают. Понимаете? То есть есть разные личности в форме Бога, но это самое труднодоступное знание. Если вам скажут, что Бог — это личность, вы скажете, я не могу в это поймать. Ну как это Бог — это личность? Ну такой же, как я, что ли? Нет, это ты такой же, как он. Он по своему подобию тебя сделал, чтобы ты не считал себя недоделанным. Чтобы понимал, что ты тоже можешь стремиться к совершенству. Понимаете? Вот и все, мои хорошие. Я ответил на все ваши вопросы или нет? Замечательно. Поэтому есть разные традиции духовные, потому что есть разные вкусы отношений с Богом. Больше того, есть такие вкусы, которые вообще недоступны для понимания. Например, Богородица, она имела не такой вкус отношений с Богом, как мы с вами. Потому что она его считает своим сыном. Она с ним... Она может его побить по попе, потому что он неправильно себя ведет. Она сказать, ну-ка, делай все как положено. Потому что он ее сын. Она имеет право на материнские чувства, понимаете, перед ним. Это недоступная для нас вещь. Или Мария Магдалина, он вообще для нее любимый. Понимаете? Это любимый для нее. Господь может быть любимым, как супруг, понимаете? И он может такую форму принять. Но это недоступно для общего восприятия. Для большинства людей Господь — это господин. Это тот, кто старший. Понимаете? Это самый первый этап развития личности. Еще есть более ранний. Это когда Господь нейтральный. Он не господин еще никто. Он просто счастье. Он просто природа. Он просто разум. Нейтральные отношения. Когда мы приближаемся к личности, первое приближение означает, я слуга Бога, он господин, я ему служу. А потом идут дальше более серьезные приближения. Но это уже недоступно для общего восприятия. Я не хочу на эти темы даже говорить. Это уже высший пилотаж, понимаете? Вы услышали меня? Спасибо вам большое. Еще какие вопросы про молитву? И вы не надо прыгать выше себя, не прыгнешь. Вот как вы воспринимаете Бога, так воспринимаете. Идите вперед. Ваше воспринятие будет усиливаться, улучшаться. Вы должны согласиться с тем, что природа лечит. Вы должны согласиться с тем. У меня был такой случай в жизни. Мой близкий друг, он очень тяжело заболел. Он отравился так сильно, ну как бы инфекция такая тяжелая была в Индии, что он умирал. И врач его, он ему лечил разными лекарствами, юридический врач, ему не помогало ничего. Тогда он вынес просто его истощенного, как скелет, понимаете? Он вынес его просто на улицу, положил на раскаленное солнце. И он начал молиться над ним и сказал, если Бог хочет, ты будешь жить. В этот же день он начал восстанавливаться. И у него за несколько дней все прошло. Просто по цветам солнца он вылечился. Представляете, какая сила исходит от солнца. Нам может все, что угодно вылечить. Это несомненно, сила Бога оттуда исходит. Это не просто там какие-то ядерные взрывы, как говорят. Мы не можем понять эту силу. Она дает любовь. Ядерные взрывы не вызывают в птицах пение. Когда солнце восходит, птицы петь начинают. Ядерные взрывы не могут вызвать в цветке распускание. Так делает солнце. Ядерные взрывы не могут в людях вызвать радость. Когда солнце восходит, люди радуются. Ра означает солнце. Дасть означает давать. Понимаете? И ради ядерные взрывы вызывают только ядерное излучение, болезни и смерть. А солнце дает жизнь. Жизнь всему, что нас окружает. Поэтому это божественная сила. Нам трудно это понять. Понятно, что там какие-то реакции идут на солнце. Но мы не сможем это до конца понять. Все равно в солнце есть три типа энергии, веды говорят. Первая энергия – это энергия, которая просто облучает. Это частицы вот эти вот всякие, солнечного света, кванты света. Вторая энергия солнца называется грубый теджес. Эта энергия переваривает пищу. То есть она дает все химические реакции. И эта энергия прямо заходит внутрь сразу. Представляете, когда 12 часов наступает дня, где бы вы ни были, у вас начинается активное пищеварение. Хоть вы залезьте в пещеру глубоко, все равно грубый теджес дойдет там до вас, и у вас начнется голод. Это означает, что солнце там действует и вызывает процессы пищеварения. Есть еще тонкий теджес, который солнцу дает. Тонкий теджес – это энергия, которая дает мужчинам мужественность, ответственность. Когда я фотографию вот советского правительства увидел, там 50 человек сидело, они все-таки мордовороты такие крепкие, ответственные. Это энергия солнца в человеке. Власть означает энергия солнца. Ответственность – энергия солнца. Хорошее здоровье – это энергия солнца. Иммунитет сильный – это энергия солнца, имеющая более тонкую природу. Этот мир очень глубокий и непостижимый по своей природе. Мы не сможем все понять, все, что здесь происходит. Но если мы поймем, что есть источник этой непостижимости, этого достаточно. Надо просто стремиться к нему, и тогда счастье вот здесь будет всегда в жизни.